Запад пошел на нас. Ментальная война. Война за мозги. В военном отношении ничего нельзя сделать. Вся планета сгорит. Экономически ничего нельзя сделать. Почему? Тотальная коррупция. Если у вас есть тот прибор, который нужен мне, я ему дам деньги, он у вас украдет, мне привезет. И плевать мне на ваши санкции. Вы мне в очередь встанете и привезете все, что надо. Потому что все продажные. Тотальная коррупция. Да что остается? Голова. Ударить по голове. Заставить вас отринуться от государства. Не надо государства. Не надо кремы. Не надо армия. Будем жить свободно, как армия. Вот завтра будет объявлена частичная мобилизация на западных границах России в связи с ситуацией на Украине. Кто из вас пойдет в военкомат добровольно, чтобы его призвали в армию? Кто? Поднимайте руки. Раз. Раз. Два. Три. Ну, десять. Все. Все. Видите? Они еще не все сделали, Сергей Анатольевич. Еще не полностью все мозги промыты. И уже никто не хочет защищать родину. И я вас не обвиняю в этом. Я просто вам констатирую. Вы же видите? Здесь в зале сидит сто человек, наверное. То есть, видите, их задача. Ударить по голове государства. Вот самый страшный удар нанесли оскорбление президенту. Чтобы у вас было отрицательное отношение к голове. Второе. Ударить по инфраструктуре. Чтобы все барахлило. Мало что работает. Третье. Ударить по армии. Чтобы она не могла встать на защиту. И вас сделать такими, что потребитель. Я не против потребительства. Но цель, чтобы вас против потребителя, не должно быть национальности. Не должно быть русских. Не должно быть православия и всех других религий. Просто человек. Вот живое существо. Кушай. Пей. Если есть. Живи хорошо. Дискотека. Бар. Ночной клуб. Если есть возможность. Но забудь государство. Забудь ваши русские деньги. Русский язык потихонечку забывай. И все остальное. И не сразу, естественно. Это долгоиграющее. Лет на 30-40. Но это началось. Потому что горячая война никому не нужна. Все погибаем. Тем более радиация. Экономика, я сказал. Никакие санкции. Только лучше станем. А ваш пармезан, так мы сделаем свой. Лучший пармезан. Ваши самолеты у нас будут еще лучше. То есть это только стимулирует нас создать более лучшую. Как армия. Ах, у вас такие ракеты. Мы тебе такие сделаем. Гиперзвук, что у вас нет. Сейчас 5 лет у нас полная безопасность. Поэтому сейчас удар по мозгам. Почему вот в ЛДПР мы идем с опережением и делаем ставку на вас. Старшее поколение можно объяснить, но их трудно перевоспитать. Они не виноваты. Назад идти нельзя. А вы вперед идете. И мы вам готовы объяснить, где враг. Не враг в прямом смысле. Там волк в лесу или бандит на дороге. Но вот я говорю, цели красивые. Цели, на которые все поведутся. Все можно. Это же хорошо. Представляете? Ограничений нету для поведения, для человека. Все. Иди, Ла-Манш, иди до Ла-Манш. Куда тебе дальше там? Иди. В Неаполь, иди в Неаполь. Куда тебе надо? Иди. Пешком, на машинах, автостоп. Паспорт не нужен, все. Евро не нужно. Карточка у тебя, чип у тебя. Везде, так сказать. Где-то что-то там до тебя за пособие дадут. На первом этапе. Чтоб человек не пропал. Давайте дальше. Это вот, Сергей Анатольевич, сделайте этот вариант. Брошюру срочно. Война мозгов там или удар по мозгам. Лучше так. Удар по мозгам. Вот. Мы вот эти встречи называем боль мозгов. Это вот мы спорим здесь. А эту книгу сделайте удар по русским мозгам. Чтобы было ясно. Что-то по нам удар. Все остальные слабенькие. Монголы, исландцы, финны, словаки. Маленькие народы. Им ничего не надо. Они сразу руки вверх. Единственный народ, который может ответить, и будет очень больно всему НАТО-блока и всей США. Это мы. Русские последний народ. Народ-освободитель. Мы освободили от Наполеона, 19 век, 20-й от Гитлера, а 21-й вот надо будет освобождать нам с вами от этой ментальной атаки. Мозговой атаки. На конкретно, на русские мозги. Вот ты там стоял, парень из Сокольников? Вот поедет эта таджичка, а не русская девушка. Чтобы по тебе ударить. А потом поедет, она и по-русски не будет петь вообще. Даже специально все делается. Специально. А хайвают русских. Культуру, язык. Девочки под музыку Чайковского стоят. И флаг Федерации, Всемирной Федерации Фигурного Катания. Какой Чайфлаг? Вы что вообще? Специально делается. Допинг все спортсмены употребляют. Без допинга невозможно. Сегодня нормативы спорта выше человеческих возможностей. Он должен умереть, когда будет делать какие-то упражнения, или принять допинг и стать победителем. Вот. И допинг опять они придумали, чтобы задушить русский спорт. Везде русские побеждали. Русский гимн, русский флаг. Все, понимаете, все стадионы ликуют. Русские победа, победа. Надо убрать это. Как это? Это же большое влияние. В армии победа. А они где не воюют. Вот Украина. Что-то там войска подвели, отвели, разгружают. Нельзя воевать. Русские возьмут Киев. Нельзя. Стреляй по пенсионерам. И убивай, как в зоопарке, да? А вот бить по-русски. Издеваться. Что вот эта девочка-таджичка поедет от имени русских женщин, петь про русских женщин и так далее, и так далее. Во всем, во всем. Посмотрите все передачи. Полуголые, намазанные, чего знает что там обсуждают. Лишь бы не вызывать у вас восторг от жизни в родной стране. Это самое опасное. Враг есть, разбили. А здесь врага нету. Врага нету. Вот этот порно-журнал. Это все дети любят полистать, фотографики-то посмотреть там. Или фильм какой-нибудь там. Какой там фильм все смотрели-то? Как она? Девушка-то, имя-то её? Эммануэль. О, Эммануэль. Вчера мы сидели там, кассету Эммануэль смотрели. То-то-то. Это такой возраст полового созревания. Все дети одинаковые везде. Что-то хочется увидеть, посмотреть. И на это они делают упор. Можно. Да что хотите. Типа, марихуана? Всё, легализуем. А потом и гашиш легализуют. Дураки умрут, как наркоманы. А кто поумнее, останутся. И цель вот всей этой компании всемирной, всё вместе взятое, да? Все болезни, все пандемии, все революции, все теории. Цель какая? Уменьшить количество населения. Мешают только русские. Может, давно бы всех разогнать. Вон Сирия. Давно там всех перестреляли ИГИЛ. ИГИЛ бы сейчас в Ближний Восток весь бы сгорел, к чёрту. А русские взяли и остановили. Ну вот. В этом же проблема. Поэтому у вас величайшая задача. Нету войск иностранных. Они никогда не вторгнутся на территорию России. Никогда. Никто не будет бомбить. Через коктейль. Через бар. Через одежду. Через музыку. Через танцы. Через турпоездки. Что угодно. Только забудьте слово Россия, русские истории. Суворов нет такого. Суворов. Какой Кутузов. Какой Жуков. Нет ничего. Американцы вывели войну у Гитлера. Американцы, французы, голландцы. То есть они. Нас вообще нет. Одна строчка. Сейчас же ее убрали. Все делают Американ. Все. Победили. Там Берлин. Поздам. А в это время на Востоке и русские перешли в наступление. Где? Когда? Московская битва. Нету. Сталинград. Нету. Рже. Вкус. Ничего нет. Одна строчка. И русские перешли в наступление. Потом напишут какие-то русские бандиты в формате партизанского отряда. Где-то под откос пускали поезда. Нарушали права пассажиров, ехавших в вагонах. Не то, что герои партизаны. Нарушали права. Те, кто ехал в этом поезде. Это немецкие солдаты ехали домой подлечиться, отдохнуть. Их папа с мамой ждут, престарелые. А тут русские партизаны под откос пускают и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok